Огромное спасибо за ваши труды. И, как вам кажется, может ли Лаконга вырасти в такого футболиста? Мне кажется, что очевидно, что в Лаконге видели такого футболиста, но также очевидно, что он не потянул эту роль, когда была возможность сыграть из-за травмы партии. Так что посмотрим, как он будет развиваться, как он будет прогрессировать. Я согласен, что нехватка адекватной замены Томаса партии была одной из главных проблем в концовке прошлого сезона. Так что выявили, понимаем эту проблему одинаково. Может ли постепенно Лаконга вырасти в такого игрока? Аргумент в пользу того, что может, это то, что его для этого и покупали. То есть его изначально оценили как футболиста, который может быть хорошим молодым дублером для Томаса партии. Но аргумент против того, это то, как он в критический момент, когда действительно в важный момент сезона травмировался партия, себя неудачно показал. Ну, плюс еще есть Ильиннии. Я думаю, что с точки зрения руководства Арсенала эта позиция сейчас укомплектована. То есть в чем смысл был продлевать Ильиннии и помнить о том, что есть еще Лаконга. Если конкретно дублера для Томаса партии все еще ищешь, я думаю, что его сейчас не ищут. Может ли это быть ошибкой? Ну, прошлый сезон показывает, что вполне возможно. Тут ваши опасения не беспочвены. Вадим, привет. Объясни, пожалуйста, зачем Арсеналу Мартинес? У нас есть четыре центральных защитника. Габриэль, Уайт, Салиба, Холдинг. То есть полный комплект. Мартинес в Аяксе играет на позиции левого центрального защитника. Зачем нам резервиз для Габриэла за 30 плюс миллионов? К тому же недобора центральных защитников нету, и эта зона не нуждается в усилении. А использовать номинального центрального защитника на позиции левого защитника, как пишут некоторые СМИ, это вообще бред. Кому такое пришло в голову? В общем, мне кажется, есть куда более проблемные зоны, которые можно усиливать, а не придумывать за новый велосипед. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по этому вопросу. Инфа вроде как проверенная. Об этом писал Онштейн по поводу Мартинеса. Да, это трансфер близок. Больше 40 миллионов Арсенал готов дать за Лизандра Мартинеса из Аякса. Что тут, я считаю, важным отметить? Во-первых, я скепсис вас разделяю. Во-первых, Мартинес, как вы сказали, левый центральный защитник. Даже если мы рассматриваем в нем дублера или конкурента для Габриэла, нужно держать в уме, что он еще очень низкорослый для центрального защитника. И, вероятно, в некоторых матчах, даже если это не основной вариант будет, мы будем получать связку Лизандра вместе с Беном Уайтом. И у обоих на втором этаже будут серьезные проблемы возникать. Если в Аякте из-за невероятно высокой линии защиты и из-за уровня лиги, из-за стилей команд можно было это замаскировать, то на уровне АПЛ, мне кажется, этим будут прямо активно пользоваться. Так что даже сказать, что он хороший дублер для Габриэла, я, честно говоря, не могу. Если бы у Арсенала был другой набор и справа был другого немножко типажа центральный защитник, то можно было бы это рассматривать. А так, получается, что по набору характеристик Лизандра и Бену Уайта очень похожи. И своей главной слабостью они тоже очень похожи. И от них будет требоваться, даже в том случае, если все пойдет прямо идеально для Лизандра, играть вместе. И эта игра вместе будет создавать еще дополнительную слабость. Поэтому я не понимаю, зачем нам центральный защитник еще один. Ну, можно, конечно, сказать, что Лизандра играла очень много на позиции опорника. Это правда. И, может быть, туда его рассматривают. Может быть, такая нестандартная замена для Гранита Джаки. Но это совсем такое мышление, мышление очень неординарное. Может быть, Артета видит все примерно таким образом. Тогда за этим интересно будет последить. И инвестиция снова-таки достаточно серьезная. Для того, чтобы просто покупать игрока в обойму, скорее всего, должен быть четкий план для Мартинеса у тренерского штаба Арсенала. И, судя по последним трансферным окнам, хочется верить, что такой план присутствует. Но вы привели очень хорошие аргументы. Я постарался их дополнить. И тоже я скорее скептик по отношению к этому трансферу, чем наоборот. Еще один вопрос был, да-да-да, точно такой же, про Элизандра Мартинеса. Вроде все по этому вопросу мы уже раскрыли. Следующий вопрос. Он касается Тилиманса. Игрок великолепный, но единственный претенд на него Арсенал. Потому что поэтому по Ди отложили покупку. Ведь конкурентов нет, спешить некуда. Еще и цену собьют. В связи с этим у меня вопрос. А почему больше никто не собирается его приобрести? Ведь по инсайдам не особо дорогой, молодой, качественный. Явно многим командам подошел бы. Но, во-первых, я встречаю периодические слухи и про другие команды. Раньше очень активно им интересовался Ливерпуль. А вы еще сказали, что он молодой. Ему уже 25, на самом деле. Не такой уж молодой. Забыл это сразу возразить. Но ладно, давайте командам про Ливерпуль. В прошлом сезоне я активно читал. Может быть, это интерес возобновится. Хотя у Ливерпуля эти позиции очень здоровы. Вообще-то укомплектованы. Так что, в целом, вряд ли. Ну и главный, наверное, конкурент Манчестер Юнайтед. Потому что он точно серьезно претендует на Телеманса. Там тоже, конечно, большой вопрос. Не будет ли центр с Телемансом и Фрэнки де Йонгом. Есть ли это все воплотиться слишком открытым. Мне кажется, с таким центром можно играть только с очень высоким прессингом. Который защищает дополнительно этот центр. Юнайтед очень тяжело будет с Криштианом Роналду организовать высокий прессинг. Поэтому, если хочет идти на компромиссы Эрих Танхак, то ему Телеманса брать не стоит. Но, по крайней мере, такие слухи есть. И на базовом уровне, как партнер Фрэнки де Йонг, мне кажется, Телеманс очень здорово подходит. Очень интересная у них связка могла бы возникнуть с Фрэнки де Йонгом. Но именно с оговоркой, что команда использует высокий прессинг, который помогает им меньшую зону оборонять. Тогда это может работать. Так что конкуренты есть. И даже не менее интересно, как, мне кажется, Телеманс мог бы смотреться в других командах. Что касается его перспектив в Арсенале, я уже несколько раз высказывался. Тоже этот трансфер категорически поддерживал. Вот он-то, мне кажется, очень-очень хорошим вариантом на позицию, где прошлый сезон провел Граниджака. И дальше такой уже вопрос не трансферный про Арсенал, но связанный со знаковым событием. Как ты думаешь, сможет ли Арсенал добиться аналогичных успехов при Кронке? И прикрепляется ссылочка на новость, которая гласит, что три команды Кронке – Колорадо, Рэмс и клуб Лакроссу – выиграли трофеи в 2022 году, а Арсенал не выиграл. И дальше вот вопрос, сможет ли добиться аналогичных успехов Арсенал. Ну, аналогичных не думаю, но с другой стороны, при Кронке Арсенал выигрывал Кубакан 10. Это тоже формальный трофей, и в один конкретный год Кубакан или снова Арсенал может выиграть. В целом, я свое отношение к Кронке много раз выражал. Я считаю его плохим управленцем, я считаю его человеком, который клубу вредит. Но в то же время я не могу не отметить положительную динамику в последние где-то два года. То есть он стал менее плохим управленцем, совсем фейловых… Ну, то есть, понятное дело, он человек, который все это олицетворяет и делегирует, но вот команда, которую он делегирует, она прибавила в последние годы. Все еще очень много вопросов по рекламным контрактам, где Арсенал не дорабатывает очень серьезно, следовательно, сокращает ресурс, на который может рассчитывать, в том числе на трансферном рынке. И при формировании зарплатной ведомости. Но в то же время очень многие процессы оптимизировались в последние годы. Это связано во многом с появлением Льюиса, новый ключевой советник Кронки, который вот как раз-таки хронологически, его при появлении в клубе очень здорово на это все накладывается. Такое немножко недооценено, невоспятые герои. И, конечно, дуэт Эдуард Эта ничего грандиозного они не показывают. Вот грандиозный уровень – это работа на уровне Ливерпуля. У Арсенала пока не такой уровень, но, по крайней мере, есть последовательность. И это уже радует. Это лучше, чем было раньше. С таким менеджментом в футболе, я думаю, что можно бороться за Лигу чемпионов. И за Кубок Англии трофеи более высокого порядка Арсеналу недоступны. Ну, тут, конечно, дело не только в менеджменте, но еще и в ресурсе. Есть просто некоторые клубы, которые априори в ресурсе превосходят Арсенал. Но эту пропасть можно, как показывает пример того же Ливерпуля, очень сильно сокращать за счет грамотного менеджмента. У Арсенала уже, как мне кажется, чуть выше среднего менеджмента. Но все еще не достаточно хороший для того, чтобы всерьез бороться за нормальные, по-настоящему значимые трофеи. Вадим, что вы думаете о возможном переходе Зинченко в Арсенал? Буду рад видеть Зинченко в Арсенале. С точки зрения, что смущает меня немножко, это то, что не совсем понятно, что поменяется для Зинченко с точки зрения его статуса. То есть Арсенал – клуб слабее, чем Манчайстер-Сити. Статус, по сути, останется тем же. Мне кажется, все-таки Зинченко не вытеснит тир не с позиции для его защитника. Но, может быть, в центре полузащиты его чаще будут пробовать. Может быть, Артета его в такой вариации рассматривал бы. Конечно, в качестве опции для вариативности на позиции левого защитника, либо опции второй за тир не, это выглядит очень заманчиво. Но немножко смущает, что статус клуба поменяется в худшую сторону для Зинченко, а его статус внутри клуба, наверное, останется примерно таким же, каким он сейчас обладает в Манчайстер-Сити. Так, следующий вопрос. Подскажите, как говорились. Скажите, пожалуйста, для Арсенала Гонабри будет лучше или Рафиния? Честно говоря, мне кажется, что Арсеналу ни тот, ни другой не нужен так, чтобы испытывать критическую необходимость. Потому что, если говорить о лучшей позиции, то это позиция на правом фланге. Там сейчас только что пришел Фабио Вьера, который тоже может играть либо десятку, либо с правого фланга со смещениями. В общем, похоже на того же Рафинию-футболиста, наверное, все-таки чуть менее высокого уровня. Но все-таки таких футболистов очень много. И вот на прошлом стриме я рассуждал про Фабио Вьера, и ему не находилось места в оптимальной стае. Кажется, что он пришел тоже, в первую очередь, для конкуренции, для глубинных составов. И вот сейчас еще одного такого футболиста брать, и на него серьезную дочь у своих ресурсов тратить, мне кажется, это не очень рационально. Но если выбирать между этими двумя футболистами, я бы все-таки выбрал Гонабри, потому что Гонабри, он более универсален. Он может сыграть, наверное, на любой атакующей позиции. И за счет этого, думаю, он, по крайней мере, сможет, может быть, где-то дать гибкости Артете, а некоторые позиции, может быть, даже левый фланг вместо Мартинелли, значительно усилить. Рафини для меня игрок, который сильнее зависит от своей конкретной позиции. Поэтому, выбирая между ними, если ресурсы, которые нужно потратить, примерно схожи, я бы выбрал все-таки именно Гонабри. Ждешь сериал про Арсенал от Амазон? С одной стороны, да, потому что это сериал про Арсенал, и хотелось бы, чтобы Арсенал тоже к этому тренду прикоснулся, потому что документальные сериалы делали уже про многие клубы, про Арсенал, внутреннюю кухню тоже интересно бы посмотреть. С другой стороны, я уже говорил, что все-таки такие сериалы относительно самых-самых первых образцов немножко скатились в показушность, в создание картинки. То есть постепенно нащупали клубы и каналы, вроде того же Амазона, что не надо такую драму, как в том же сериале Сандерланды, делать. Надо просто для вот такого бытового американского зрителя рассказать историю сезона и выдать несколько, может быть, даже там наигранных сцен, и этого уже будет достаточно. Но мне кажется, все-таки первые сезоны и у Манчестер Сити, даже еще, наверное, у Ювенсу, у Сандерланды вообще запредельно, они были получше. Именно в плане того, что давали большее проникновение в жизнь клуба. А вот сейчас, мне кажется, эти сериалы немножко скатились, и я вот боюсь, что Арсенал станет очередным таким травоядным сериалом. Понятное дело, когда клуб участвует в производстве, все равно этот элемент будет неизбежен. Но в то же время, мне кажется, компании вроде Netflix, Амазона, они лучше отстаивали свои права, какие-то козыри дополнительные имели на первых парах. А потом как-то вот решили, ну и так сойдет. Ну, то есть американскому зрителю и так сойдет, им футбол не настолько интересен. И самое страшное, что они не так уж сильно ошибаются, потому что реакция, например, на All or Nothing про Тоттенхэм, она была полярной в Великобритании, где болельщики прошарены, и в Америке, где это просто вот продукт про то, как большая футбольная компания, по сути, вот существует. И, по сути, это мог посмотреть человек, который вообще раньше не смотрел футбол. И это один уровень погружения и другой уровень погружения. И это по-разному работает на разной аудитории. К сожалению, мне кажется, вот эти документальные сериалы начали ставить приоритет именно американскую аудиторию, а это не очень здорово именно для качества. Потому что мне хочется, по крайней мере, считать, что в плане погружения в дела своего клуба я ближе к болельщикам из Великобритании. Я, кстати, не хочу унизить болельщиков из Соединенных Штатов. Там есть тоже очень погруженные люди. Они, скажем так, к среднестатистическому вообще фанату футбола из США, не фанату клуба футбола. Вот они работают, кажется, на этого фаната футбола. И это иногда приводит к разочаровывающим последствиям. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ